Привет! Лёшка на проводе! Какое сегодня самое интересное событие, самая интересная новость, о которой говорят все. На самом деле открываешь Facebook, Twitter, любые новости, и там это первой строкой. Сегодня, по факту, первый контейнер из Китая в Америку поплыл по цене, это будет интересно, Шанхай, Лос-Анджелес, Сороковка, Хай-Кьюб, 32 тысячи долларов. Сегодня факт состоялся, кто-то заплатил за этот контейнер, 32 тысячи долларов за фраг, только за море. И какие из этого следуют выводы, и в принципе я про них уже давно говорил, на чем строилась экономика Земли, земного шара, еще пять лет назад. Она строилась на двух вещах. Глобализация, то есть распределение труда между странами. И второй, столб, это очень дешевая транспортировка грузов, ну, в частности, из Китая в Америку и в Европу. В принципе, вот это был тот баланс, который позволял миру выживать. Сейчас что произошло? Произошло то, что рабочая сила в Китае дорожает, Китай развивается, и управление экономикой в каждой отдельной стране невозможно без исключения Китая из части этой экономики, потому что любые ваши действия по подъему экономики сводятся к тому, что выгодоприобретатель становится Китай, а ваша страна, в общем-то, так и продолжает просто-напросто тратить деньги на товары, произведенные в Китае. В принципе, еще Трамп собирался устроить железную стену между Китаем и Америкой. Он это делал как попытку инвестирования, попытку возрождения производства в Америке, но, как вы сами знаете, за счет пошлин это не очень хорошо у него получалось. В принципе, как это не получается сейчас в России при всех безумных разговорах о импортозамещении. Реально это все так и остается словами. И сейчас мы видим так называемую кибервойну, то есть то, что я говорил с самого начала, что рост цен в прошлом году на море, это рукотворное действие. Просто мы пока не видим те руки, которые стоят за этим, но ситуация в Суэцком канале, ситуация в Янтьяне, которая простоял почти месяц без работы, это все очень похоже на рукотворные события. И цель этих рукотворных событий, в общем-то, кибервойна, кибервойна, которая заключается в отлучении Китая от этой кормушки, от кормушки мирового производителя. Это сейчас сильно подтолкнет к импортозамещению во всех странах. Вот такой вот сюжет мы видим сейчас, развитие такого вот сюжета. И чем быстрее страны поймут, что это необратимо, тем быстрее они начнут возрождать свою собственную экономику, построенную на импортозамещении, то есть начало производства на своей собственной территории. Я думаю, что еще долго мы будем слышать многие речи, но когда из магазина просто пропадет некий класс товаров, товаров, которые не выдерживают такую стоимость логистики, когда в магазине реально начнется дефицит, либо цены, которые потребитель не может платить, тогда хочешь не хочешь, а начнется импортозамещение в каждой стране. Импортозамещение, либо биореактор. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok